Даже стесняюсь спросить, что происходит. Да вот Кэп решил заняться продажей резиновых изделий. Всё банально, деньги на нанат нужны. Да не бзди, таракуха, будет тебе пуха. По ссылке проходишь, всё нужное находишь. Бесплатная рулетка, отличная броня и могучие пушки. А при первом пополнении счёта плюс 100% кредитов придёт. Оу май, вот это подойдёт. Признайся, рачишка, от этих новинок ты под впечатлением. Меня, капитан Очевидность, удивить не так уж и просто. Но признаю, в этот раз в какой-то степени удалось. Приветствую вас, леди джентльмены, другие подруги, с вами Рокутагин и капитан Очевидность. И вот в который раз опять обнову будем разбирать. Мы с коллегами вновь побывали на супер-секретном тестовом сервере. Потому, друзья, сразу предупреждаю, как всегда, та информация, которую я до вас донесу, не является финальной. И многое может измениться. И вот на этом супер-секретном тестовом сервере мы опробовали новую, весьма годную карту. Новый мощный револьвер. И сейчас многие будут ликовать. Великолепный дробовик. И должен признать, всё это выполнено на высоком, нагибном уровне. Что-то эта карта мне напоминает. Приятные мотивы. Позаришь, братуха. Карта вызывает какую-то ностальгию. Коллеги склоняются к мысли, что карта сделана по мотивам известной карты из Call of Duty Newtown. Знаете, пожалуй, что-то общее есть, но в то же время можно сказать, что эта карта по своему строению похожа на ангар. И тут мы тоже не шибко-то ошибёмся. Вообще, годные карты командного боя в шутерах, они похожи. Знаете, различные ангары, небольшие фабрики, всё так сделано плотненько. Посередине есть какие-то места, которые надо обойти, и там уже начинается глубокий замес. Новая карта Warface, которая именуется Особняком, выполнена именно в таких лучших традициях. Карта по своей сути небольшая, при этом яркая, светлая, приятная. Тона такие, знаете, они какие-то невырвиглазные, незасвеченные. Приятное, сука, дерево, камень, сочно, зелень. Там, понимаете, вот там фонтанчик, водичка бежит, тут какого-то нубита, сука, порезали на картошку. Очень душевно. Ты думаешь, игрокам эта карта зайдёт? Да, капитан, очевидность. Я думаю, эта карта действительно будет пользоваться популярной. Локация интуитивно понятная. Пейзаж радует глаз. Бои будут идти достаточно плотные и открытые. И, пожалуй, единственный недостаток данной карты, это то, что здесь большинство дистанций будут удобны для класса инженер и медик. Штормовикам уже будет чуть-чуть похуже, но для снайперов, в принципе, есть пара позиций, но я бы на этой карте снайпером играть точно не стал. Накал страстей и нагиба здесь близок к ангару и нефтебазе. Любители ТДМа оценят и скажут однозначно, что это гаднотелло. Я же буду вторить им по той простой причине, что карта действительно радует глаз. А я из тех людей, для которых это важно, но не люблю я эти выцветшие пригороды. Не нравится мне. Люблю, когда зелено, здорово, водичка, прям душевно и красиво и чисто. Вот это наш уровень. Ясно. Ладно, хватит о карте. О, правильно. Давай переходить к пушкам. Название хрен запомнишь, поэтому я зачитаю. Вскоре у нас появится револьвер Таурус. Рейджинг. Хандор. Модель еще находится на доработке, поэтому показать могу вам внешний вид, а также прицелы. Этим мы, к сожалению, сегодня, друзья, ограничимся, но ничего, не за горами тот момент, когда мы сможем с ним хорошенько понагибать. К сожалению, пока что оружие не отбалансировано и лично меня сносили в тело всего за два выстрела. То есть тебе в тушу попадает два выстрела, ты отъехал. Разработчики, конечно, сказали, подождите, это просто заглушка, там все сделаем, все будет нормально. Я думаю, конечно же, финальная версия не будет так быстро убивать, там понадобится три или четыре выстрела. Но в любом случае, ясно одно, разработчики хотят вернуть эру качественных, мощных револьверов. И как они сами мне сказали, это будет что-то типа матебы, сука, только на максималках. Все в этом духе, понимаете, Рино, матеба, Смит и Вессон, качественно, глубоко. Проще говоря, это будет, вне всяких сомнений, друзья, метовый пистолет. Нет, это не значит, что маузеры скоро отправятся на полку пылиться. Нет, маузеры все-таки будут использовать очень многие, я думаю, минимум половина игроков продолжат это делать. Однако любители качественных хедшотов, такие, знаете, у антапчиков, получат ствол, который они всегда хотели, которого у них никогда не было. Матеба-то, она хороша, но специфическая отдача, темп стрельбы, анимация, ну не идеально, понимаете? А вот тут, сука, вот все тоже, только лучше. Вот таким должен получиться новый револьвер по задумке разработчиков. Что же выйдет у них в итоге, будем посмотреть. И скажи-ка нам, братуха, неужели, наконец-то, у медиков появился нормальный дробовик? Именно так, капитан Очевидность, наконец-то это случилось! Да, друзья, новый дробовик, название, опять же, нагиб, зачитаю, G-Force Arms Huckleberry. Ммм, да просто супер, хрен запомнишь, но тем не менее, производит впечатление. Нагиб машина, которая, сразу было понятно, будет похожа на Марлин, и многие сказали, вау, возвращение Марлина, это так сочно! Вы, друзья, угадали, без модов данная пушка, это, по сути, Марлин. Стреляет одним всего лишь снарядом, пулей, жеканом, называйте как хотите, не важно, в общем, одна пуля всего лишь, никакой дроби. Баншетит, сука, прекрасно при этом! В общем, знаете, такая прекрасная винтовка медика, нагибная, очень и очень достаточно эффективная, но, опять же, страдает той же проблемой, которой всегда страдал Марлин. Ты подкатываешься, прыгаешь, или просто делаешь стрейпы, то есть, шаг влево, шаг вправо. Всё, сука, начинается рандом голимый, вообще в тело можно не попасть, несколько раз точно стреляешь, хрен там плавал. Спасибо Марлину, всегда эту пушку за это не любил. Это, кстати, единственная причина, почему она мне никогда не нравилась. Реально, подводила просто жёстко. Хаклберри страдает той же хренью, но есть нюанс. Пушка-то, ребята, у нас на модах, а мода там два. Есть один мод, который добавляет темп стрельбы. Кто такое придумал, я не понимаю. Честно, я бы скажу просто, как оно есть, по моему мнению. Вахуй просто! Зачем оно нужно было, никому не ясно. Если очень быстро кликать, то такое ощущение, что у тебя в руках автоматический дробовик. Стреляет он, сука, всё так же всего одной пулей, но эта пуля вообще никого не ваншотит. Более того, она даже не двушотит чаще всего. Надо целых три пули, которые опять же рандомят на стрейфах, вогнать тушку противника. И при этом, на секундочку, что меня особо выбесило, я не понял, в чём фишка этого мода. Этот мод даже не даёт автоматический темп стрельбы. То есть, чтобы ты зажал и всё. Так вот, зажал, зажал кнопку, вот режим стрельбы, чтобы был автоматический. Чтобы жарило, жарило и жарило. Нифига подобного. Вы, будьте добры, кликайте. Зачем оно мне надо? Я то же самое, кстати, помните, говорил про Бинелли. Бинелли у нас ввели, я сказал, типа, есть вот как раз у нас мод, который плюс-минус ваншотит, но вроде как нет. Почему бы не сделать автоматический режим стрельбы? Всем было пофигу. Типа, как бы оно вот так и сойдёт, и всё. То же самое с этим модом. Мод, я считаю, недоработанным. Во-первых, он слишком слабый. Он вообще никого не убивает. Он вообще тухлый никакой. Это первое. А второе, надо давать автоматический режим стрельбы сюда. По-любому, я считаю. Иначе смысла в этом моде нет вообще. Но ведь есть мод другой, друзья. Да. И вот в нём весь сок. Это модификация. Менять типы припаса. И вот у вас уже не пуля, а дробь. Причём, по моим наблюдениям, я стрелял в стенку на полигоне. В дробинах, по-моему, даже не 10, а всего 9. Что, естественно, положительно будет сказываться на ваншоте. Урон уходит за 1000. Темп стрельбы становится 124. Понимаете, чем пахнуло? Теми самыми легендарными помпами. Фабарм Компакт. Мак 7. И вот это, ребята, реально сила. Чисто технически, это получается у нас полуавтоматический дробовик с низким темпом стрельбы. Но в этот раз я бомбить не буду. Тут есть анимация, всё ходит. Всё сочненько, прочненько. И по впечатлениям и ощущениям, такое ощущение. Мастер тавтологии Рокутагин, вы поняли, что я играю с помпой. Реально, как будто с помпой играешь. И реально по кайфу, сука, всё идёт. Ваншот, сука, ебейший. На самом деле, это плохо. Это, знаете, помните, когда-то у нас был винчестер Терминатора. И помните, каким он был на ПТС. Вот на данный момент Хаклберри ваншотит, ну, почти так же. То есть, дистанция какая-то необоснованная. Но, опять же, мы это всё потестировали, разработчики в курсе будут шлифовать. Доведут до ума, доведут до такого состояния, чтобы всё было тип-топ, всё было гадно-телло. Звучит заманчиво. Похоже, пришло время откладывать денюжки на эту новинку. А что, друг мой, скажешь про новую броню? И это, друг мой, тоже хороший вопрос. Новая броня. Многие, услышав это слово, уже как бы пускают подливу, а кто-то просто вскипает и начинает бомбить. Мол, вот опять пушки все порежут, сука, ничего не будет ваншотить. Мы с ребятками побегали, потестировали. За снайпера сразу не скажу, никто им не играл, по-моему. Но то, что сейчас у нас, по-моему, в мете, оно как было в мете, так и останутся. Эти все пушки, как я понял, плюс-минус там гаднотелло всё будет. Ну а в целом, собственно говоря, вот эта новая броня, она как-то, знаете, погоды, честно говоря, не сделала. Там вроде более приличное, так, по цифрам бронирование. Но по факту, так же отлетает от Калашникова USA House. Я бегал с Хеклер Умков 433. Хэдшоты летят, сука, просто прекрасно. Гаднотелло, никаких проблем не возникало. То же самое с парными беретами, то же самое с Таурусом. Я думаю, даже если, друзья, коперхеды взять в руки парные, они всё равно новую броню будут пилить. И вот тут, с одной стороны, как бы, мы должны сказать разработчикам большое спасибо, баланс, высох. А с другой стороны, типа, а нафига они вообще нужны, эти новые с этой брони? Нафига вообще новая броня? Разработчики, ну, вы, я не понимаю, зачем нам новая броня, если старые пушки новую броню пилят? Так же новые пушки тоже хорошо пилят новую броню. Ну, типа, зачем это всё было нужно? Ну, вы могли бы сделать новые пушки, чуть-чуть там некоторые характеристики пониже, ближе к старым пушкам. И ещё некоторое время мы пожили бы с этой бронёй, и всё было бы прекрасно. Умом Россию не понять. А Мэйл уж подавно. Но есть особенная стать. В Warface играем мы опять. Субтитры создавал DimaTorzok